Всех приветствую! Вот тут часто вопросы задают в комментариях Какую машинку выбрать для нечастого и неспешного шитья на дому? Ну, во-первых, что я могу сказать? Я для начала скажу, какие не надо покупать машинки Если вам деньги дороги ваши, то не надо их зря на ветер выбросать Во-первых, вот эти современные, которые невесомые Вот просто чисто взять ее вот так вот, они бывают вообще ничего не весят Маленькие, я как-то завешивал, у меня было в ремонте Вот у меня педаль есть, проволочная, у них одинаковый вес вышел Проволочная педаль, но она правда тяжелая, кило 900 И машинка кило 2 килограмма, плюс-минус 100 грамм Вот такие не надо брать Ну и по цене, смотрите, она за 3-5 тысяч, она не может быть нормальной машинке Это так, ерунда, разовая У нее там моторесурс, может быть на 3 метра, на 5 метров строчки Брать там, ну, допустим, если вот новые, я не знаю, их там столько Сейчас я, мне не интересно, в ремонт привозят Я не знаю, их очень много, там сотни видов, десятки, сотни А вот какую бы я рекомендовал, это вот есть Джаном ЛЕ-22 вроде бы как Их выпускают с 75-го года, практически без изменений Вот эта машинка, ее как бэушную, а на ней новая продаются До сих пор они в продаже Бэушную можно, я видел, как-то тысяч за 5-6 ЛЕ-22, у нее два названия Там еще какая-то модель Ну, при желании можно найти их, Аннушка еще называют, почему-то не знаю Хорошая машинка Это из современных Вот Так, из БУ советских машин Какие не надо покупать Во-первых, вот Когда вы видите вот такую надпись Вот она Концерн Подольск Это с 92-го или 3-го года Вроде как отдали Зингеру И стали совместно с Зингером Что-то там Ну, Зингера убил полностью Концерн потом Зачем вам конкуренты Подольские Вот Вот такие не надо брать Машинки Это вот шейка 134 Можно 134А с ручкой Можно уж, если попалось Взять просто 134 Без вот этого Они еще советские встречались И начали выпускать 134-е чайки Вот Эти не надо И Также есть Прямострочки 2М Тоже такого Молоткового цвета Серого Тоже там вот эта вот Метка Антикачество Ее тоже не надо Там Ну, если Есть желание Поупражняться В настройке В регулировке Там день-два просидеть Там можно взять А если Для практического Применения То не стоит С ними Надо много-много Движений Сделать Чтобы их Привести В рабочее состояние У меня много Очень видео По этим машинам Так что Если есть желание И время То берите На восстановление Так О состояние О состоянии машины Платформа Если на ней Не шили Там В качестве Промышленной машинки Не использовали Тут сразу видно Что Платформа Нормальная У мальво У мальво У мальво У мальво Даже покрытие Другое Ну, как я слышал Мальво шла На экспорт У нее Вот видите Эмаль Если вот В таком состоянии Машинку Найкидок Надо брать Прям И не думать Даже Здесь единственное Я покрасил Маховик Он был Не знаю Кому-то удобнее Что-ли было Наматывать Ну, вышерканый был Шпульки наматывали Лень сюда было Вставлять Вот Эта машина Она в отличном состоянии Внешнем Смотрим Внешний вид Ну и Естественно Можно что еще Как Проверить Машину Сейчас я покажу Можно по Корпусу челнока Достаем Корпус И Смотрим Чтобы Во-первых Ну Выработку Тут сразу видно Если Бывает Что побито Ну, когда Долго шьют Всякое же бывает Смотрим Вот Нормальное состояние У Машин С полным Зигзагом Можно посмотреть Состояние Копиры Снимаем верхнюю крышку И смотрим Чтобы Не было Ярко выраженных Канавок Но тут вот вообще Без износа Практически Практически Вот Как мы видим Износа Ноль Почему бы Не взять Такую машину Это раз Это раз И Не лишнее будет Так же Посмотреть Вот Если Люфт Игловодителя Держим В рамке Вот здесь Ну В пределах Нормы Его нет Практически Люфта Нету Ну Это я Показал Здесь Игловодитель Копир Это уж Так Для Сильно Дотошных А Так Чисто Внешне Внешне Будет Сразу Внешний Вид Скажет О многом Если Не Обо Все Потому Как Когда На машине Шили По праздникам Раз В полгода Или Раз В квартал Она Будет Чистенько Здесь Все Будет Даже На Колесико Моталки Посмотреть По Моталке Будет Видно Я не Думаю Что Меня Кто Когда Поменял Если Колесико Ну Вот Здесь Вот Оно Штатное Неизработанное Ну Вот Такие Характерные Внешние Признаки Ну Естественно Смотреть И Вот Смотреть Вот Эти Катушкодержатели Чтобы Не Сломаны Чтобы Два Были Потому Что Их Делать Проблематично И Не Найти Здесь Вот Одна Ну Ломаются Что Поделаешь Умалив Две Тоже Чтоб Целые Были Ну И Все По Этим Сейчас Импортные Рассмотрим Тоже Старого Образца Импортных Машин Бывшего Соцлагеря У На У Раз Чтоб Три На 60 70 80 Года Ну Лада 237 Также Есть Лада 238 Лада 233 Это Зигзаг Машины Лада 122 Это Прямо Срочка Их Много Всяких Разных Ну вот это вот в частности машина у меня У нее состояние позавчера с магазина Тут вот небольшой скол только и то Это по-моему я когда распаковывал Стукнул ее А так она была Вообще в идеальном состоянии Ну и была и есть Все Тут Главное вот у этих машин Это касается и веритасов Но я позже к веритасу вернусь тоже К веритасам Тут главное смотрим состояние ремня Вот здесь вот он натянут Все тут не провисание ничего Это самое главное Потому как такой ремень Не найти это раз А восстанавливать Как я в интернете встречал Там варят Снимают проваривают Его еще снять проблема Варят там обрабатывают Это все ерунда Тут структура волокон нарушена И все его не реанимировать То что там в интернете я видел Это так хрень Лайки собирают там и просмотры Это ерунда Это не работает Если работает То очень недолго А так здесь ротационный челнок Все Отличная машина В частности вот эта лада Для Тонких тканей Ей равных нету Можно сказать Она шьет идеально Вот эти стрейчи Тонкие И прочее Ну Про Келлер Сказано очень много Единственный недостаток У этих машин То что они Неубиенные Если туда сами Не залезут кривыми руками Как вот в эту Не знаю зачем Залазили Сломали тут Деталь То она будет служить Это навсегда машина Во всяком случае На ваш век И на ваш И век Ваших детей И внуков Ее хватит С запасом Тут единственная У нее беда Что она стоит Десятилетиями Ее Она закисает Машинка очень сложная Внутри Там типа Как часовой механизм Вот этот Блок автоматики Там до того Плотно детали И между ними Ну Старая смазка Там или что Но она Бывает намертво Блок автоматики Приходится Откисать Я вот У меня видео есть Я где-то сутки Или двое Держал тут В керосиновой бане Потом Все это откисло Единственное Вот у них Что может быть А так Как правило Они Видео очень много По ним Ну Я сломанных Не встречал У меня их немного было Меньше десятка Но Все Подлежали восстановлению А так Они обычно В отличном состоянии Бывает состояние Новое Вообще Тоже так же Стояли Стояло Десятилетиями И так далее Так Теперь Веритаса Вот это Веритас Самый последний Из этой серии Восемьдесят Четырнадцать Ну Его брать Советовал бы Я не советовал Машина то Неплохая Судя Ну Вот В частности У этой Шестерня У меня Сколота И сколота Она почему Отреснула Машина стояла Долгое время Где-то Она стояла Вообще В морозную Неотапливаемом Неотапливаемом Помещении Где-то Она Ну Это не Эта эксплуатация От Хранения Ну А так Она Машина Неплохая В принципе В принципе Неплохая Но Я бы Лучше Взял Шестидесятых Годов Восемьдесят Четырнадцать Тридцать Пять Восемьдесят Четырнадцать Двадцать Шесть Есть И еще Какие-то Обьяж Не помню Их много Но Они Вот Такие Же Полукруглые Как Типа Келлера И Все Металлические Ну Вот У них Опять же Опять же Надо смотреть Ремешок Вот здесь Как вы видите Он белоснежный Вот Если С таким Ремешком Попадется Машинка Я почему И сказал Что Эта машина Шестерня Лопнула От Нечеловеческих Условий Как говорится Хранения На морозе Там Перепады Температуры Ну И она Крякнула Сама По себе Вот А здесь Ремешок Как вы видите Белоснежный Вот Тоже тут Ротационная Челночная Отличная Машинка Но Надо смотреть Индивидуально А так Она Очень Функциональна Здесь Такие Есть Виды Строчек Что для 80-х Годов Для 80-х Годов Это Очень И Очень В частности Здесь Есть Вот Усиленная Тройная Где-то Она Я забыл Где она Но она Есть А вот Домашний Аверлок Усиленная Строчка Тоже Здесь Есть Вот Она Вперед Назад За счет Продвижения Домашний Аверлок Есть Функция Ну Здесь Очень Функциональная Набор Строчек Функциональный Ну Вот Этот Разговор О выборе Машин Он Бесконечный Потому Что Машин Сотни Видов Всяких Разных Это Можно Растянуть Ну А вот Так Коротенько Какие У меня Были Примерно Я Показал Что И Как Но При Выборе Смотрите Внешний Вид Он Скажет Омного Ну Естественно Прошить Машина Должна Шить Все Функции Все Строчки Выполнять Там Если Чуть Натяжение Нити Там Это Ерунда Это Все Делается Это Самой Швеей Все Регулируется А так Смотреть Чтобы Строчка Была Ну И Естественно Если С электроприводом Смотреть Плавность Хода Педали Чтобы Там Ничего Не Воняло Электричкой Как Говорится Электропривод Тоже Смотреть Чтобы Плавненько Работал Без Строчки Рывков И так Далее Ну Вот Как-то Так Что Вспомнил Рассказал Если Есть Какие Вопросы Задавайте Я Всем Как Обычно Отвечу На Этом Все До Свидания Продолжение следует